Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. Это история о том, как телевизионщики пытаются выйти на YouTube. В этом выпуске я расскажу вам о встрече, которая произошла недавно. Значит, о чем встреча? Некоторое время назад я выпустил видео с призывом объединяться, чтобы создать веб-сериал. И вот у нас, получилось, сформировалась определенная рабочая группа из 24 человек. И вот 10 человек 2 дня назад встретились для того, чтобы обсудить, как мы будем делать этот веб-сериал. То, что мы здесь, это волонтерская штука. Значит, мои личные впечатления очень позитивные, классные люди, классные ребята, девушки, женщины. Совершенно из разных отраслей, там, рекламщики, актеры, продюсеры, опытные, начинающие сценаристы, маркетологи. Ты хочешь на телек, и тебе говорят, а что нельзя, вот как бы, ну, какую-нибудь там, я не знаю, теорию большого взрыва. Тяжело это так? Очень тяжело. Вообще невозможно такой юмор написать. Ну, а что у нас, неужели, Казахстане нет таких талантов? Ну, нету таких талантов. Ну, я что-то, как-то, мне кажется, мы плохо искали. Значит, встреча состоялась. Что мы на ней обсуждали? Первое, это то, как мы будем друг с другом взаимодействовать. Мы договорились о некоторых вещах, и, как бы, будем этих соблюдать. И все, кто будет к нам присоединяться, я надеюсь, будут тоже соблюдать эти определенные правила. Ну, исходя из того, что мы сказали, что главное, каждый человек ходит для себя. Да. Может быть кто-то, или может ли быть, оставаться даже, мне кажется, и в пассивном состоянии. Конечно. Но быть членом группы. Ну, допустим, да, если человек для себя хочет познать, как это делать, он же может наблюдать. Конечно. Проект должен получиться. Он не должен получиться таким, как бы, чтобы он устраивал всех нас. Просто. Это, говорю, опять-таки, нелюбительский театр и так далее. Он должен получиться классным. Творчество, полет, это вы делаете только для себя. Мы все на разных уровнях. Да, ну, я не знаю, в каких-то, в каких-то, ладно, в создании сериала. По большому счету, я считаю, что вообще большой разницы нет. Но если кто-то чего-то знает, чего-то больше, да, там, или кто-то быстрее понимает. Ну, давайте так, давайте будем терпимы и ждать там, ну, давайте я много раз какие-то вещи объясню. Или вы мне какие-то вещи много раз объясните. То есть, ну, вот это вот, ну, там, так, это и так понятно, давайте дальше, да. Если кому-то непонятно, во-первых, все задают вопросы. Не важно, что какого тут уровня, кто-то тут какие-то проекты делал. Ну, если вы, опять-таки, смотрели, например, начальное видео, это вообще, по сути, по большому счету, не имеет большое значение, да. Она имеет только с какой-то практической точки, но это не означает, что кто-то абсолютно лучше вас знает, 100% и так далее. Вот, поэтому мы задаем вопросы, и мы с понимаемыми относятся, если кто-то, к примеру, ну, там, что-то медленнее, кому-то нужно что-то вообще новое изучить. Второе, это график, значит, мы разделили весь наш процесс на три этапа. То есть, первый, это разработка и написание сценария, второй, съемка, третий, условно говоря, там, продвижение. Пункт первый, это разработка, да, там мы собираемся уже. Б, мы пишем серии сценарными группами. Ну, и третий, это, соответственно, написание диалогов. Диалоги. Первый этап, ой, второй этап невозможен без первого. Пока вот здесь не будет удовлетворительного результата, мы не приступаем к съемкам. Вопрос о целевой аудитории. Если мы сфокусируемся на какой-то целевой аудитории, а это легко выяснить, да, кто что потребляет, и вся эта статистика есть у мобильщиков, то, блин, мы просто начинаем фокусироваться там. Если мы говорим о целевой аудитории, ее надо понять. Потому что мы же были свидетелями таких больших проектов, классных, крутых, их просто неправильно старгетировали. Дилина, а почему мы вот определили вот эту аудиторию? Ну, мы просто очень сильно хотим этих людей, да, вот, наградить нашим творчеством. Вот для них мы напишем, да? Или наоборот. Или потому что они платежеспособны, или потому что именно они больше диджитал контента потребляют, поэтому мы для них, да, ну, то есть как-то определить. Ну, и третье, это мы обсуждали сам проект. 40-летний Тимур, значит, просыпается из комы, 25 лет назад он попал в кому, получается, ну, его телу 40 лет, а, ну, как бы, а в голове он там 15 лет выходит из комы. Просыпается здесь и сейчас. Да, выходит из комы, получается, 25 лет для него нет, для себя он 15-летний, как бы, парень. Мы обсудили формат, что такое вообще веб-сериалы, хронометраж. Определились с тем, что все-таки, наверное, для веб-сериала мы будем придерживаться формата 10 минут. Скорее всего, это будет путь героя, да, то есть наш герой будет активный. Ситуация такая, столкновение ценностей, потому что все его друзья, 40-летние ребята, они уже не 15-летние. У них другие какие-то ориентиры, например. 40-летний мужик, он что должен? А мозги 15-летнего, понимаете? И достичь возраста 40-летнего, это нереально. Для мозга. А мы должны показать психически здорового человека, никакой патологии тут нету, правильно? Просто вновь в голове. Это комедия или это драма? Если это комедия, тогда жанр будет. Не, не, я не думаю, что это комедия. Мне трудно объяснить вот этот жанр, который любит всем миксовать. В общем, короче, это не ситком все-таки. Мы можем обсудить, я говорю, это мое мнение. Это горизонтальная история, то есть это история, которая, линия, которая идет сквозь серии. Истории внутри серии, мне кажется, могут происходить, но они не должны быть такими, как в ситкоме законченная такая вот история, которая, ну как анекдот, да? Раз-два, два поворота, раз-финал, ну, например. Это не ситком в плане юмора, правильно? Это драма вообще. Ну, просто оно на русском языке так звучит, как будто бы сейчас все сразу с серьезными лицами стали, да? То есть легко, но при этом? Да, это легко. Там может быть юмор, но юмор не такой, когда вот там утром он проснулся, у него оказывается там, я не знаю, там большой шаг на копе, поэтому он не знал, что делать. Ну, пошел этот. То есть все это должно вырастать из истории самой. Есть юмор такой, что он, это человек, который с 40-летним телем, который на 35-летнюю девушку говорит, это тетка, да, соответственно. То есть я не понимаю, как можно с этими тетками там. Соответственно, это человек, который 40 лет заглядывает на 50-летних девочек, что в принципе тоже где-то юмор, где-то абсурдные ситуации. Потом, мне кажется, очень важный момент для ощущения той истории, над которой мы пытаемся, это за родителей, да? Вот эти крючки, которые, ну, манки, скажем так, которые цепляют зрителя. Вот я так просмотрел несколько веб-сериалов, они немножко брутальнее, чем то, что показывают по телевизору. Они там свободно, сматно, потому что там не запрещен, не мат, ничего. Да, вот я же об этом говорю, то есть мне для себя надо тоже себе поставить, и тот же успех там «Игры престолов», да? Там, ну, они же этот секс используют не просто так, что надо для себя вот эти вещи проговорить. Ну, я считаю, что это вот именно атрибут веб-сериала, потому что что запрещено на телеке, вот эта краснота, то разрешено. Ну, надеюсь, какие-то все равно рамки. Потому что человек почему-то это смотрит, зачем? Нет, все должно быть ярче, мне кажется, так. А я извиняюсь, я ничего, никто порно не смотрит. Ну, это совсем другое. Ну, нет, а тут как бы... Потому что, знаете, вот... А вы думаете, если я буду 10 минут, нет? Красные метки ставить или нет? А, условно говоря, мы показываем всю правду жизни. Да, конечно. Он 15-летний пацан, у него всегда, по-любому, первый секс должен случиться. И это прикольно на это посмотреть. Кажется, 40 лет человек будет. Я предполагаю, что он будет поступировать. Но если это будет в контексте, и раскрывать образ героя, почему нет? И мы дали неделю на то, чтобы, если кто-то из участников предложит логлайн лучше, мы его рассмотрим, и, возможно, откажемся от первого, и будем заниматься вторым. Если же не будет предложения по этому логлайну, то мы со следующей недели начнем мозговой штурм по первому проекту. Все это очень классно, прикольно. Как Истай сказал, уже это в определенной степени какой-то социальный эксперимент, потому что куча незнакомых людей собрались вместе, чтобы делать проект, который вообще никто не знает, как его делать. А на сценарии мы можем каким-то образом привлечь доктора? Ну, смотри, физически мы можем, но нужно ли нам это? Кто это доктор, который нам сможет помочь с веб-сериалами? У меня большой вопрос. Почему я здесь не применяю тот же принцип? Да, опять-таки. Потому что как писать веб-сериалы, еще никто, по большому счету, не знает. И поэтому, возможно, эти люди сидят прямо в этой комнате, которые через два года будут говорить, как это делать. Пожелайте нам удачи, а мы движемся дальше. Спасибо большое за то, что столько времени уделили нашему проекту, нашему общему проекту. Ну все, тогда будем на связи. Работать правильно, Слова? Болонтёры тоже работают, да? Да. Будем работать. Вроде как раз и работают. Все, надо со всеми познакомиться. Уникальный глава в Казахстане, первое. Этого. Это был видеоблог «Серийный продюсер». Подписывайтесь, если вам это нужно. ПОЗИТРУХАЛЬНЫЕ ШЕХАЛЬНЫЕ Продолжение следует...